Сегодня в стране отмечают День Донора. Почти 200 лет спустя, после первой удачной попытки переливания крови, донорство остается едва ли не единственной возможностью спасения человеческих жизней при сложных операциях, родах и лечении онкологии. В Республиканской станции переливания крови побывала Марьяна Кутукова. Сегодня в станции переливания крови, как и во все дни, собралось много желающих. По словам врачей, ежедневно к ним приходят от 30 до 40 доноров. В Национальный День Донора кто-то пришел в первый раз в рамках акции, а кто-то сдает кровь в пятый, а то и десятый раз. Просто в определенный момент коллега подошел, сказал, знакомый требуется, можешь сдать. Я говорю, да, конечно. И после этого момента, с 2014-2015 года, я начала ходить сдавать кровь. Ну, дать жизнь человеку, который нуждается в помощи, в крови. Вот поэтому я делаю благородное дело. Национальный День Донора посвящен не только людям, безвозмездно сдающим кровь, но и врачам, которые проводят забор крови и контролируют дальнейшие процессы. После того, как вы сдали кровь, ее помещают в специальную центрифугу для разделения крови. Это оборудование позволяет повысить эффективность различных методов анализа. Затем она хранится в холодильниках при температуре плюс 4 градуса. В таких же условиях хранится и плазма. Ежегодно в Якутске республиканская станция собирают около 8 тонн крови. Как говорят врачи, дефицита доноров нет. Но для того, чтобы осуществить безопасное переливание, доноры должны сдавать кровь регулярно. Как это обычно бывает в случае с первичными донорами, половина из них не возвращается. А те доноры, которые сдали кровь, плазму, плазма доноров крови закладывается и доноров плазмы на карантин на 6 месяцев. И поэтому нужно, чтобы донор раздал хотя бы один раз кровь, он должен повторно прийти через 6 месяцев. Если не хочет сдать кровь или плазму, то он должен сдать кровь на обследование. Только после этого мы можем его плазму выдать на переливание лечебного учреждения. Донорство – это ответственный процесс. Поэтому прежде чем стать донором, надо обратить внимание не только на свое здоровье, но и на выделяемое на это время. Ну а двери станции переливания крови открыты для желающих круглогодично. Марьяна Кутукова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.